Он немножко проспал утром, да, и он говорит, я проспал утром, все, меня уволит. Он начинает там нервно собираться, бреется, там, если это мужчина, там, режется, там, рвется рубашка, если там какие-то вот другие варианты. Выбегает, бежит, то есть в тяжелом состоянии, бежит в работу. И вот это все в совокупности, оно очень сложно, очень тяжело. Он на самом деле всего лишь проспал. И если он хороший работник, то никто его не уволит за то, что он проспал. Человеку, ну, как бы, 7-минутные или единые, что встречаемые вещи, они, ну, позволительные. И другой человек, да, вот он проспал. Он вообще не воспринимает принцип, что я проспал. Вместо 6.30 встал в 7.30. Позвонил на работу, предупредил на работу, что опаздывает. Спокойно копил чай, но он же уже предупредил. Он уже не может изменить действительность, он уже все, это уже случилось. Попил чай, попил кофе, спокойно делся и поехал. Да? То есть, понимаете, здесь вот сложность. Или, например, вот обеденный перерыв, если мы берем, да? Что мы делаем в обеденный перерыв, на работе, например? Мы максимально пытаемся в обеденный перерыв сделать все, что не успели, там, до обеда, потому что отвлеклись. Это тоже неправильно, потому что у человека есть свои биоритмы или сверхсуточные ритмы. И если пик активности, там, у нас с утра, то к обеду он падает, и к 4 часам он падает эффективно. И что происходит? Вот, например, человек в хроническом стрессе. Он начинает, там, сидя за столом, смотря в интернет, или делая документы, сухомятка что-то есть, пить кофе, еще, слава богу, если не разорвет этот кофе, там, не имеется документы, или делая, который он их разорвет. Да, это еще хорошее время. И здорово падает, что делает? Он идет в обед, желательно вообще в обед, не просто переключиться на покурителя, поесть сухомятку, а вообще выйти из помещения, где вы работаете, и пойти в кафе или в ресторан. Спокойно поесть. Идеальный вариант, сейчас уже даже делают комнату для сна, это вообще выспаться, то есть час поспать. Как будто смешно не было, сейчас плющим ноги в Америке, в Японии делают именно комнату для сна. Потому что, когда вы покушали плотно, то что первое хочется в обед, конечно, поспать. И, соответственно, этот час использую следующим образом. Ну, вот если там не поспал, прошел прогуляться в парк, к примеру, посмотрел, что происходит, как происходит, какое себя чувствую, да? Отдохнул. Соответственно, этот человек, который провел таким образом всего лишь час, очень быстро сконцентрируется, наверстает все упущенное. И уйдет домой вовремя. Чем же тот человек, который на износ начинает работать в обед, перенапрягаясь, дальше работает на протяжении до четырех часов. Если не открывается второе дыхание, слава богу, он еще на двенадцатом работает, а потом поедет домой. Ну, тогда он снова проспит на следующую роту. Соответственно, понимаете, здесь нужно именно для того, чтобы не испытывать стресс, поменять, как я уже акцентировала внимание, именно восприятие. Именно то, как мы воспринимаем вещи, именно изменение этого восприятия может привести к тому, что вы будете чувствовать себя лучше, будете относиться к каким-то вещам по-другому. И именно способность воспринимать другие вещи, как они есть, позволяет, чтобы вы не испытываете стресс. То есть, да, существуют в жизни наши какие-то вещи, которые мы не в силах изменить. И абсолютно бессмысленно испытывать стресс по поводу того, что мы будем изменить не в силах. Поэтому вот на сегодня наши лекции заканчиваются, и я желаю вам здорового и правильного восприятия. Всего доброго.